На хозяйственный актив медицинского центра «Алроса» приехали представители всех здравпунктов и здравниц, которые входят в состав медцентра. Каким был 2018 год для учреждения? О его знаковых событиях рассказала директор центра Юлия Кулакова. В 2018 году в качестве знаковых событий хотелось бы отметить, во-первых, это внедрение проекта телемедицины в акционерной компании «Алроса» через приложение «Доктор рядом». Кроме того, мы приобрели дополнительно 13 терминалов ЭСМО, чем как бы улучшили автоматизацию предсменных медицинских осмотров. Продолжили реализацию программы обновления номерного фонда в санаториях-профилакториях. Из крупных приобретений можно назвать это УЗИ-аппарат на сумму 4 миллиона рублей, биохимический анализатор, спелеокамеру в санаториях-профилакториях «Горняк». В 2018 году продолжили скрининговые программы ранней диагностики заболеваний. Более 9 тысяч работников «Алроса» прошли медицинские осмотры по трем направлениям. В этом году работу также продолжат. За 2018 год отчитались представители здравпунктов и здравниц «Алроса». В целом прошедшем году производственная программа по медицинским услугам выполнена на 97%, по санаторно-курортной деятельности – 95%, а по медицинской реабилитации в рамках ОМС – на 100%. Помимо этого работники медицинского центра озвучили проблемные вопросы. Так, сотрудники Айхальского отделения попросили пересмотреть состав цеховой оттечки, так как руководители комбината требуют пополнять его согласно утвержденного состава. При выборе спецодежды просим ориентироваться на качество изделия. У костюмов, которые были закуплены, невыдержанные размеры и грубая ткань. Просим обеспечить дракунты круглосуточные, с корпоративными сотыми телефонами, так как при отключении света невозможно дозвониться ни в клазар, ни диспетчеру, ни начальнику. В 2019-м в медцентре планируют внедрить медицинские методики лечения для санаториев-профилакториев с учетом заболеваний среди работников компании. Изменения произойдут и в структуре учреждения. Здравница Кедр, находящаяся в Ленске, и санаторий-профилакторий имени Чалбадукова будут выведены из состава медцентра. Их передадут в Министерство здравоохранения Республики. Планируется и централизация работы медицинского центра. Все это потребует тщательной подготовки. Поэтому вопросы рассмотрят еще раз во время итогового собрания в апреле. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».